Друзья, представляете, мы с вами были около получаса в прямом эфире, и я вылетел из этого прямого эфира, очень-очень мне обидно, он не сохранился, хотя я очень хотел его сохранить, очень жаль. Ну давайте еще буквально хотя бы минут 10 я побуду в эфире, еще немного мы с вами пообщаемся, и буду заканчивать. Жалко, что не сохранился эфир, конечно. Нет, женат я не был. Я напомню еще раз, что я в Сочи отдыхаю, наконец-то, целых два дня в отеле Эмеретинский, и любой из вас может тоже выиграть отдых в этом отеле. Для этого просто зайдите на мой предпоследний пост у меня в ленте, подпишитесь на аккаунт Эмеретинского и отметьте двух друзей в комментариях. И вы тоже сможете здесь провести несколько клевых дней, отель очень крутой. Четыре звезды, очень хороший сервис, очень здорово. Мне 27 лет. В Сочи я один. Отдыхаю я тоже один. Аня в Саратове по работе. К сожалению, первая часть эфира не сохранилась, поэтому придется вот так. По поводу Влада Иванова. Напишите Владу Иванову, собственно. Живу я один. С родителями я не живу уже 10 лет. С 17 лет я не живу. Даже не с 17, а с 16. Так, 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 смотрите, по поводу Руслана и Насти, я верю в эту пару, но на мой взгляд, эта пара уж чересчур сладко-приторная, настолько, что даже немножко неестественна. Я надеюсь, что свои какие-то реальные проблемы и вопросы, которые у них возникают в паре, а они наверняка возникают, они будут озвучивать. Я никуда не собираюсь, я собираюсь пойти поужинать в самое ближайшее время. Спасибо за хорошие слова. За плохие тоже спасибо. Те, кто пишут радости, честно, мне даже лень руку протянуть, чтобы вас в блок поставить, поэтому пишите. Пишите, пишите. Вика не разделит, их помешает. Да нет, Вике Руслан вообще не нужен. О чем вы? По-моему, там все понятно. Кудряши Болинска не Танюшли из проекта. У них там очень сильные хитросплетения и разборки. Я карьерист, наверное, можно так сказать. Готовить я умею что-то, но готовлю редко. И такие очень простые вещи, что-то отварить, что-то сделать. То, что можно очень быстро сделать. Там отварить мясо, отварить овощи. Какую-то кашу сделать. То, что бросил, в кастрюлю залил и все. Чем-то. Кудряшов написывает Ивановой. Я, да, видел. Ну, Кудряшову что остается? Он теперь свободный человек. Написывает Ивановой. Все как обычно. По поводу погоды в Сочи спрашивали. Погода, к сожалению, подвела. Все два дня идут дожди. Поэтому вот даже сейчас я уже пришел в номер вечером. Но, может быть, чуть попозже еще выйду, продышусь. Потому что тепло гораздо теплее, чем в Москве. Конечно, приятно. И морской воздух у меня окна выходят прямо на море. Очень приятный, свежий воздух. Что с камерой? С камерой все нормально. А что с ним? С ней. Но, кстати, даже несмотря на то, что сегодня был дождь, мы с одним очень классным фотографом из Сочи, с Татьяной, сделали сегодня очень классную фотосессию. Я уже в сторис ее отмечал. Отмечу еще обязательно на фотках, когда, собственно, получу их, буду выкладывать. Я думаю, что они будут бомбезные. Мне понравились. Даже уже с... Когда я смотрел на экране фотоаппарата. Аня в Саратове по работе. Строкова в жизнь такая же хабалка. Слушайте, я не могу сказать, что она хабалка, вот честно. По-моему, у нас на проекте были девочки гораздо хабальные. Хабальнее, чем Таня Строкова. У нее просто подача такая, достаточно... Такая четкая, уверенная в себе, знаете. Я... Я где? Ты где? Я в Сочи, в отеле Эмеретинский. Строкова говорит по факту. Ну, типа да. Типа по факту. Но не всегда. Иногда чуть-чуть она там кое-что. Хотя, опять же, правда у каждого своя. Она за справедливость. Гузя, вспомните. Ну, вот. Как вариант. Каткова беременна. Это правда или нет? Я не знаю, правда это или нет. Она так уверяет. А правда или нет, покажет время. Если через 9 месяцев или через 6 будет животом, то значит... Значит, правда. За все время самая лучшая обложка Захарма Яной. Мне нравится тоже эта обложка. Да, она красивая. Но ребятам очень не понравился вынос. Обложечный. Что меня удивило, потому что, ну, как говорится, из пести слов не выкинешь. Вынос мог быть более жестким. Всем спасибо, кто пишет приятные слова. Участники не знают заранее тему ББМ. Для них это большая неожиданность. И темы, и номинанты на вылет по средам. По поводу Мандезира. Ребят, в каждом эфире вы про него спрашиваете. Он любовь строит свою с Юлией. Выполняет миссию проекта. Как можно попасть на шоу «Бородна против Бузовой»? Напишите. Сережа Николаева. Сергей ТВ. ТНТ. Конор или Хабиб? Ну, Хабиб, конечно же. Как Юля? Юля какая? Ефременкова получше. Я ее видел на днях. Если вы в плане здоровья, то... По поводу Виджая. Слушайте, я не знаю. Я с ним не общался. Единственное, что я с ним общался на шоу «Бородна против Бузовой» в рамках своей рубрики «Правда или ложь». Я, честно, не знаю, кто ему давал деньги, а кто нет. Но то, что он ушел сам, да, он ушел сам. Вы правша, я правша, да. По экрану другой, а здесь хороший другой. Ну, хоть здесь хороший. Спасибо и на этом. Не хотите провести кастинг в Украине? Не знаю. Я не занимаюсь кастингами, кастинг-службой. Может быть, и пройдет кастинг там. Но даже если нет, вы можете дистанционно поучаствовать, записать свое видео, отправить его и по видеосвязи пройти кастинг. Рост у меня 172. Спасибо, спасибо всем за ваши приятные слова и комплименты. Пишите свои вопросы. Очень хочется услышать их. Выгляжу уставшим. Ну, слушайте, немножко, наверное, я подустал. Сегодня, кстати, мало спал, что рано встал. Не знаю, почему я рано встал. Так получилось. Причина ухода на голосование. Слушайте, ну, вы же сами все видите. Номинантов выбирают в Саеду. Наши обороты напротив Бузовой. Наши ведущие. А в субботу участники голосуют. И тот, против кого проголосовали, уходит с проекта. Все просто. Человек-года не закончился. Человек-года еще в самом разгаре. Сейчас будут полуфиналы. Сегодня, смотрите, в 23.00 полуфиналы. На экране я злобный. Ребят, ну, может быть. Мне так не кажется. Наоборот, мне кажется, я сейчас какой-то стал очень лояльный гораздо. Более лояльный, чем мог бы быть. Алина Галимова с проекта. Да, ушла. Вчера же был эфир с ее уходом. Когда Ян и Захар будут в СССР? Ну, не знаю. Пока он в СССР весь укомплектован. Так, товарищи мои. Так как я уже второй раз выхожу в прямой эфир. И первый я, к сожалению, не сохраню, потому что он вылетел. Я буду уже заканчивать. Второй сохраню. Поэтому вы можете свои вопросы еще задать. Если какие-то вопросы новые есть, то я обязательно на них отвечу. На выходных утром пока эфиров нет. Но, наверное, это временно. По будням все по-прежнему. Только утром, причем вечером. Вот сейчас все будет в эфире. Так что смотрите. Заходи почаще. Надо стараться, да, заходить почаще. И, кстати, даже если утром, господи, у меня мысли просто... Просто на один вопрос начинаю, на другой продолжаю отвечать. Кстати, вы даже если... Вы все равно можете эфир смотреть на Рутюбе. Те, которые вот выходные утром нет в эфире, они есть на Рутюбе. Можете прямо сейчас зайти и посмотреть на Рутюб. Спать я пока не буду. Я пойду на ужин, а потом посмотрим. Потом, может быть, прогуляюсь. Ирина Руднева. Вы потрясающе пишете после вашей фразы. Наверное, я вам, конечно же, отвечу. Мне поражают некоторые люди. Задавайте вопросы. Задавайте, задавайте. Если я что-то не увидел, то... Или что-то пропустил. Черно, да, беременна. Спасибо за пожелания. Счастья, здоровья и всего остального. Очень приятно. Ну что, друзья, я пойду уже действительно на ужин. И увижусь с вами очень скоро. Я постараюсь завтра тоже выйти в эфир. А жениться я пока не собираюсь. А даже если и соберусь, то... Оставлю это при себе. Вот. Как говорит Наталья Тилаева, всем по кассике. Спасибо, ребята, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.